Всем привет! Студенческая жизнь полна сюрпризов и открытий, о которых через пару мгновений тебе расскажу я, Петрова Дарья. Целый день команда Универ Ньюс собирала все самое яркое и интересное, специально для тебя. Смотри внимательно, мы начинаем. 2017 год объявлен в Татарстане годом экологии. По этому поводу исследователи КФУ приняли участие в разработке реабилитации водных объектов. Журналистика или скрытый пиар? Об этом студентам Высшей школы журналистики КФУ рассказал Иосиф Дзилашинский. В КФУ прошла лекция тенденции развития глобальной инфраструктуры, которую провела Юлия Зворыкина. Казанский университет славится своим гостеприимством. На этот раз он широко распахнул свои двери для гостей из Республики Алтай. Какова цель этого визита? Узнаешь далее. Горный Алтай – удивительный и очень красивый край, о котором сказано и написано множество восторженных слов. Его называют Сибирской Швейцарии, благодаря поразительному сходству Алтайских гор и Швейцарских Альп. Из этих красивых мест в Казанский университет с визитом прибыл председатель комитета Государственного совета Эл-Курлтай Вячеслав Уханов. Горно-Алтайские государственные университеты Казанский федеральный тесно взаимодействуют уже в течение многих лет. По вопросу подготовки кадров, тюркологии, языка знаний и по научным направлениям. В связи с этим состоялась встреча Вячеслава Уханова с ректором Казанского университета, где они обсудили дальнейшие планы сотрудничества. Такое общение, горизонтальное общение необходимо, это взаимообогащает. Мы всегда делимся своими наработками и, конечно, услышать те новшества, которые происходят здесь, это для нас, конечно, огромный багаж. Алтайский гость познакомился с историей Казанского университета и, держа впервые в руках настоящее перо, написал пару благодарственных слов за старинным письменным столом. Следующим этапом было посещение лицея имени Лобачевского, где он побывал в музее и поприсутствовал на уроках физики и математики. Анна Глазунова, Леонардо Влетьяров, Универньюз. Как выглядит город, из которого не хочется переезжать? Что нужно сделать, чтобы жители шли на воскресную прогулку в парк, а не в торговый центр? И можно ли превратить грязную высохшую реку в любимое место для тренировок и долгожданных встреч? На все эти и многие другие вопросы ответит Казанский федеральный университет. 23 ноября в столице Татарстана открыли седьмая выставка и конгресс «Чистая вода Казань». В работе выставки приняли участие 30 российских организаций и компаний. Открыл мероприятие президент Татарстана Рустам Мениханов. В своей приветственной речи глава республики подчеркнул, что Татарстан по количеству водных объектов занимает лидирующее место в Приворском федеральном округе. Я уверен, что системная работа, которая будет проводиться нами совместно с федеральными нашими коллегами, она с привлечением общественности, она позволит серьезно изменить ситуацию, которая в нашей республике есть. 2017 год объявлен в Татарстане годом экологии и общественных пространств. Исследователи Казанского федерального активно поддержали данную инициативу, представив на мероприятии новейшую разработку в области экологической реабилитации водных объектов. Среди наших разработок есть экспонат, посвященный технологиям реабилитации водных объектов, трансформированных в результате засыпки при строительстве. Ну, в частности, на примере озера Чешмеле, которое было в 2009 году засыпано под строительство АЗС, а потом по настоянию общественности после судебных разбирательств было принято решение о восстановлении. Безусловно, восстановить озеро – дело непростое. Исследователи Казанского университета уже разработали уникальный эскиз для проекта и предложили ряд идей, каким образом может быть восстановлено озеро. Ну, в основе все наши идеи. И вот эту технологию мы презентовали на конкурсе «Лучший продукт выставки». И уже знаем, что завтра нас будут награждать за первое место, полученное по результатам этого конкурса. То есть для нас это очень важно. Это лучший продукт выставки. В рамках выставки и Конгресса представители КФУ смогли продемонстрировать имеющийся потенциал. Ведь если действительно все получится, то уже совсем скоро Казанский федеральный подаст отличный пример будущему поколению со всего мира. Аделя Шемелова, Руслан Уразаев, Универгньюс. Хорошо, когда можно пообщаться на иностранном языке со студентами зарубежных стран. А еще лучше обсудить актуальные научные вопросы. Так, в Институте международных отношений КФУ прошла конференция с Турецким университетом. Как она проходила, узнаешь в следующем сюжете. 23 ноября в Институте международных отношений и истории Востоковедения КФУ состоялась международная научная практическая конференция. У студентов неязыковых специальностей и социогуманитарного профиля появилась возможность пообщаться со студентами-магистрантами Турецкого университета. Данное мероприятие затрагивает именно необходимость коммуникации студентов КФУ с зарубежными коллегами. Конференция проходила в онлайн-формате. Студенты выступили с докладами на самые актуальные темы современного образования и педагогики. В итоге данные работы планируются опубликовать в сборнике иностранной языки в современном мире. Считаю, что это уже серьезный научный труд. Это заявка на международное сотрудничество. Это заявка на развитие англоязычной среды КФУ. Всемирная сеть не молчит. Настало время познакомиться с самыми свежими новостями Рунета в нашей традиционной рубрике Веб-Ньюз. В Казани, вслед за часами универсиады и водного чемпионата мира, установят стелу чемпионата мира по футболу. Часы будут находиться на Кремлевской набережной. Они начнут отсчитывать время до первого матча с 11 часов 30 минут 26 ноября. Студенты института физики стали стипендиатами Академии наук Республики Татарстан. Среди стипендиатов Академии наук Республики Татарстан две студентки института физики КФУ. Это Леся Анамдорозакова и Дарья Шрутакова. Фантастические технологии в КФУ покажут действие. В эту субботу в актовом зале Казанского Приволжского федерального университета пройдет открытое мероприятие «Будущее на пороге». В Казани у новых театральных проектов «Большое будущее». Роководитель проекта Яндекс.Афиша Светлана Перловская представила результаты исследования запросов россиян о культурных событиях. Казань находится на третьем месте по популярности театральных запросов. Президент Республики Татарстан обсудил с временем исполняющим обязанности главы Федерального агентства водных ресурсов развития водного хозяйства. Также в ходе встречи Рустам Миниханов и Вадим Никоноров обсудили охрану водных объектов и другие актуальные темы. Сказочный городок на Кремлевской набережной возводит в стиле московского Кремля. Агварс обыграл Сибирь. Встреча завершилась со счетом 2-1 в пользу казанцев. В Казани стартует 25-й чемпионат России по хоккею с мячом. Церемония открытия чемпионата России пройдет 25 ноября. В России, как и в других развитых странах, транспорт является одной из крупнейших базовых отраслей хозяйства, важнейшей составной частью производственной инфраструктуры. О тенденциях развития глобальной инфраструктуры транспортной системы говорили будущие экономисты казанского федерального. В России появились существенные ограничения роста экономики, обусловленные недостатками развитием транспортной системы. Сегодняшние экономические характеристики транспорта не позволяют в полной мере решать задачи растущей экономики. Все это требует от российского транспорта существенной перестройки. Найти решение данной проблемы пытались студенты Института экономики и управления финансов КФУ вместе с заместителем председателя Совета по изучению производственных сил при Министерстве экономического развития Российской Федерации Юлия Зворыгиной. Мы с вами наблюдаем отставание экономической теории от развития физики и других естественных наук, которые ранее шли бок о бок и позволяли максимально увеличить эффект от развития базовой науки всех отраслей. Приоритет, на котором необходимо остановиться, считают эксперты, это использование транспорта как инструмента повышения качества жизни населения России. Речь идет прежде всего о повышении доступности транспортных средств. Решение данной задачи возможно на основе внедрения современных перевозочных, управленческих и информационных технологий, модернизации парка транспортных средств. Анастасия Иванова, Руслан Урозаев, Универа Ньюс. 23 ноября в Высшей школе журналистики КФУ прошел мастер-класс Иосифа Дзилашинского на тему стратегии и мишени массовой коммуникации. Как это было? Смотри в сюжете Дианы Шиловой. 23 ноября в Высшей школе журналистики и медиа-коммуникации КФУ посетил с мастер-классом профессор факультета коммуникации, медиа и дизайна Высшей школы экономики Иосиф Дзилашинский, где рассказал о стратегиях и мишенях массовой коммуникации. Пытаюсь показать, что и как происходит в медиапространстве с точки зрения влияния журналистики, рекламы и пиара на сознание и поведение людей. То есть, поскольку большинство журналистов не признаются в том, что они влияют, они хотят сделать вид, будто бы они вообще-то ни при чем, то я попробую показать, что любой текст, появляющийся в медиа-сегменте, в любом медиапространстве, обязательно на кого-то влияет. Мастер-класс был организован для студентов факультета журналистики и старших курсов рекламы и связи с общественностью, так как совместный продукт журналиста и пиарщика может воздействовать на человека любым способом. Иосиф Михайлович также рассказал о том, что на данный момент журналистика умерла, и сейчас она является лишь орудием воздействия в руках государства, бизнеса и общественных организаций, а точнее связью трех этих субъектов. Отсюда и вытекает психология медийного управления людьми. Александр Кобран сказал, первое правило журналистики – не спорить с предрассудками читателя, а опираться на них. Так и есть, ведь журналист делает продукт, который позже и продает сначала СМИ, а затем и читателю. Диана Шилова, Руслан Урозаев, Универ Ньюз. Вот и все новости на сегодня. Будь в курсе всех новостей студенческой жизни с командой Универ Ньюз. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»!